Всем привет дорогие друзья мы продолжаем наше прохождение Сибири и в прошлой серии мы хотели с вами более подробно осмотреть кабинет Анны Фаральберг чтобы найти какие-нибудь заметки возможно о том куда все-таки у нас отправился Ганс. Мы смогли с вами найти музыкальную шкатулку с помощью которой она прослушивала сообщение от Ганса нам остается осмотреть только стол если конечно здесь больше ничего нету вроде как ничего так интересно посмотрите какой локомотив очень необычный я бы даже сказал что такой локомотив из будущего прямо вся эта конструкция расчеты очень круто владелена 6 марта 2002 года милый Ганс я знаю как ты не любишь письма но у меня нет времени мастерить для тебя звуковой валик я надеюсь кто-нибудь из тех кто сейчас рядом с тобой будет настолько любезен что прочтет тебе эти строки я получил от тебя последний набор чертежей твой проект великолепен возможно он лучше из созданных тобой похоже времени властно над твоим талантом я горжусь тобой мой милый братик иногда мне трудно поверить что с тех пор как мы встречались последний раз прошла целая вечность все еще кажется что ты покинул владелена только вчера мы немедленно внесли изменения в производство в соответствии с присланными тобой инструкциями локомотив был закончен меньше чем за неделю если бы ты только мог его видеть и ты его обязательно увидишь это я тебе обещала он просто великолепен и выглядит так словно ему не терпится отправиться в свое первое путешествие только оскар все еще не готов но надеюсь я скоро его доделаю ты можешь представить себе насколько сложен его механизм на него уходит уйма времени и ручного труда поправь меня если я не права ты хочешь чтобы я привезла тебе ту проклятую доисторическую игрушку одно только воспоминание которой интересно в пещере ли она до сих пор если да в каком у нас состоянии впрочем что такое 60 лет для вещи которые несколько тысяч лет обещаю я обязательно найду ее сейчас я слегка приболела подхватила тратительный грипп надеюсь через несколько дней буду чувствовать себя лучше идея продажи фабрики постепенно обретает форму скоро скоро должен прибыть юрист из нью-йорка и мы сможем подписать необходимые документы в этом случае я и видимо она не успела все-таки дописать видимо тут все-таки она я не думаю то что она умерла здесь просто и стало плохо очень после этого на все таки не успела дописать видите в принципе это письмо вам можно было как бы в качестве доказательства что ли предоставить что все-таки она хотела продать фабрику она прикладывала уже уйму силы времени чтобы вот создать оскара и вот этот поезд необычный он присылал ей инструкции вот она уже все силы прилагала чтобы создать его такой необычный локомотив что тут еще есть у нас ператен и бланчар ассоциация судебных приставов госпожа фаральберг 2001 год касательно погашения задолженности госпожа фаральберг вами будет получена ряд предупреждений из моего офиса касающихся пенни за неоплату счетов выставленных вам компании локолом общая сумма задолженности числящаяся за вами в настоящий момент составляет 47000 франков я настоятельно рекомендую вам оплатить ее переведя значит означенную сумму в наш расчетный центр в случае отсутствия положительного решения с вашей стороны я буду вынужден начать дело о принудительной оплате имеющей место задолженности с уважением бланша судебный пристав у них уже даже задолженности были оказывается большие задолженности так это у нас столярные работы фонтене госпожа фаральберг мы вынуждены отметить что несмотря на ряд извещений отправленных нами ваш адрес за вами по-прежнему числится задолженность 80 тысяч франков по счетам за январь февраль и март 98 года с учетом пении за задержку оплаты погодите как какой-то год а 2000 понятно за три года в общем мы просим вас сообщить в ответном письме о принятии решения сложившейся ситуации в случае отсутствия платежа с вашей стороны мы будем вынуждены приостановить все поставки и обратиться к полномоченным лицам за разрешением проблемы мы не сомневаемся в скорейшем ответе с вашей стороны с уважением жан мартино главный бухгалтер так это у нас банк по серии женева уважаемая анна я был вынужден предпринять ряд мер в адрес вашей компании ситуация крайне болезненная для меня учитывая добрые отношения сложившиеся между вашим банком а точнее нашим банком и вашей фабрикой и длищейся вот уже много лет вы сами осознаете что последнее время за фабрикой фаральбергов числятся значительные задолженности и под давлением наших партнеров и акционеров я не могу больше ждать точнее давать за вас поручительство от имени банка к сожалению мы вынуждены подчиниться законам современной экономики связи с этим я очень прошу вас согласиться с предложениями со стороны американских инвесторов неожиданно поступивший с их стороны план слияния единственный способ увеличить ваш бюджет и погасить имеющиеся задолженности кроме того это даст фабрики фаральбергов возможно остаться на плаву увеличить производство и усовершенствовать технологии вы сможете сохранить фабрику фаральбергов который всегда была символом высокого мастерства и безупречного качества прошу вас анна поверьте я советую вам это не как банкир а еще как старый друг который желает вам только добра я понимаю принять подобное решение нелегко вы действительно можете держать голову высоко дорогая анна и гордиться успехом который сопутствовал вам все эти годы примите мои глубочайшие извинения за столь неприятные вести искренне заверение о том что вы можете полностью располагать мной ваш искренний друг гюстов по серии понятно мне кажется то что вот все эти задолженности они были все-таки связаны не с тем что там новый век цифровые технологии так далее хотя это наверняка тоже сыграл определенную роль щита опять щита не думала что у фабрики настолько плохи дела похоже для анны последние два года были не самыми удачными мне кажется она просто вот тратила уже все силы на создание локомотива то есть последние деньги и так далее возможно уже на фабрике практически никто не работал понятно так у нас все есть вроде бы ладно отправляемся тогда к оскару поговорим с ним насчет этого ну и неудивительно то что на него тратились столько времени потому что это ну фактически это настоящий искусственный интеллект уже хотя нет он тут не совсем такой искусственный он у него прописаны определенные задачи которые должен делать все равно он как бы не настоящий такой искусственный интеллект а нет стой стой я ж не туда вот сюда даже вот сама станция видит поезда сделано такого владелена опять же безлюдно вроде вокзал но приезжих нету даже своих нету людей давайте смотрим поезд потому что это классно выглядит он действительно классно собственно на нем мы проведем наверно скором времени больше часть приключения а здесь нельзя посмотреть на него давайте с другой стороны попробуем о живая душа и не робот керат живой человек еще работает здесь а поговорить нельзя понятно не будем тут шастать марать пол хоть у кого-то здесь есть работа даже такая ладно давайте тогда он наверное в поезде сейчас я думал он в самом локомотиве но нет он видимо в поезде остановится сделать шаг назад потом заберется о оскар привет как ты парень привет оскар моя программа не позволяет мне допускать фамильярность в общении кейт уолкер даже если вы являетесь моим первым и единственным пассажиром я твоим пассажиром да вы кейт уолкер разве не это послужило для вас поводом завершить мою сборку ну если ты так говоришь так поезд ганс ну ка поезд поезд просто изумительный буду путешествовать как королева я рад что он вам понравился кейт уолкер в основе проекта этого поезда лежит принцип максимального комфорта для пассажира ну вижу кресла такие мягкие так задача я решила поехать вместе с тобой оскар когда отправляемся ваш билет пожалуйста ээээ билет о чем ты в правилах ясно указано кейт уЛокер у каждого пассажира должен быть билет Ну ладно, и где мне взять билет? Продавать билеты имеет право только кассир. Вам повезло, касса сейчас открыта. Вам следует направиться туда как можно быстрее. Окей. Оскар, ты единственный персонаж, который умеет открывать двери в этой игре. Остальные просто хватаются за ручку и переносятся. Так, касса. Это ты? Чем могу быть полезен, мадам? Оскар, это же я, Кейт Уолкер. Подтверждаю. Ваше имя действительно Кейт Уолкер. Этот робот просто издевается над нами. Так, ну, билет нужен. Чем могу быть вам полезен, Кейт Уолкер? Билет на поезд, пожалуйста. А что, разве ты еще что-нибудь продаешь? Единственной функцией данной кассы является продажа билетов. Просьба ускорить ваши действия. Касса закрывается через три минуты. Чем могу быть вам полезен? Билет. Билет, пожалуйста. Один билет? Три. Да. Один билет. Каков ваш пункт назначения? Я... Я не знаю. Это ты сказал мне, что мне нужен билет? В таком случае вы получите билет в путешествие. Ну, тоже неплохо. Билет на поезд, механические железные дороги, пункт отправления Володилена. Билет на одно лицо, должен быть предъявлен по требованию любому уполномоченному лицу, механических железных дорог. Понятно. Нотариальная контора метро Альфольтера, нотариуса Володилены. Так, документ. Доверенность на пользование всем или частью движимого или недвижимого имущества, составляющего часть наследства. Наследство Форальберг. Описание предмета. Один механический локомотив в комплекте с вагонами, дополнительными аксессуарами и машинистом. Неплохое наследство. Настоящий документ с печатью официального представительства властей дает право предъявить его... Предъявителю всего документа на использование вышеупомянутой собственности. То есть, собственность это поезд. С двумя вагонами и собственным машинистом. Это круто. Прошу вас, не потеряйте билет. Касса не имеет права выдавать дупликаты. Данный совет относится также к сопроводительной документации. А это еще что такое? Доверенность на поезд. Билетер может потребовать ее у вас в любой момент. Но разве билетер это не... Прошу прощения. Касса закрывается. Ну понятно, и сдевается над нами. Ох уж эти роботы, а. Так, билет, билет, билет. Где у нас... Ой, это не то. Так, билет на поезд. Держи. Вот, держи. Ну теперь-то мы можем ехать, наконец? В данный момент я не могу принять ваш билет, Кейт Уолкер. Пожалуйста, сохраните его. Почему ты не берешь билет? Я должен следовать инструкции, Кейт Уолкер. Были соблюдены не все условия для отправления. Я должен получить подтверждение вашего права на отбытие. Ох, любишь ты эти правила, Оскар. Подтверждение. Так, а что нам нужно сделать-то? Оскар. Здравствуй. Ну, задача. Почему мы не отправляемся, Оскар? Я должен следовать... Да, это я уже... Оскар, что бы ты сейчас сделал на моем месте? Встроенная в меня система принятия решений не позволяет решать задачи, выходящие за пределы моей компетенции. Эм, понятно. Он мало что может нам сказать полезного. Ну-ка. Так, а доверенности же? Вот, это доверенность. Она не подписана, Кейт Уолкер. Оскар, это уже слишком. Ты сам мне ее дал только что. Принадлежит ли поезд вам, Кейт Уолкер? Конечно. Нет. Вот именно. Поезд не может отбыть из Володилены без согласия владельца. Не думаю, что мадам Фуральберг специально встанет из могилы, чтобы подписать эту бумагу. В таком случае будет достаточно печати ее официального представителя. Поспешите, Кейт Уолкер. Время отбытия приближается, и задержки крайне нежелательны. Понятно. Так, нам нужно подписать эти документы. Вспоминаем то, что у нотариуса есть печать. Ну и пока нотариус отдыхает, мы, конечно же, воспользуемся этой печатью. Ничего личного. Наверняка мы так могли и фабрику продать. Окей, давай быстрее. А то поезд уже отправляется, а мы тут. Ходим и ходим. Блин, ну вокзал просто здоровенный. Он больше, чем в моем городе. Обалдеть. Так, неплохо, если бы здесь какие-нибудь, не знаю, машины ходили. Так, нотариус. Вы все еще закрыты? Господи, чем мы занимаемся в этой игре? Мы вскрываем могилы, подделываем бумаги. Мы же юрист все-таки, как мы можем так поступать? Кейт, Кейт, а? Ладно, посмотрим. Так, бумаги. Павка с документами. Доверенность. Держи. Так. Здесь чернил не хватает. Заливаем. Вроде все окей, должно быть. Approve. Отлично. Заверено. Теперь поезд наш, официально. Так. Я не помню. Билет нужно заверять? Нет, билет не нужно. Все, окей, тогда. Спасибо, огромный нотариус. Ну, просто вот кто так печати хранит на видном месте? Причем, никто не охраняет печать. Это реально такая вещь. Даже и без подписи. Ну, подпись можно поделать, а печать-то, печать-то не поделаешь. Ну, конечно, можно, но сложно, очень сложно. Особенно такую механическую печать. Но печати так не хранят, конечно, печати хранят в сейфе. Так, надеюсь, все. Больше от нас вроде как ничего не требовалось. Ну, если этот робот меня опять пошлет куда-нибудь, я сам его пошлю за этими бумагами. Оскар. Оскар. Так, на, держи доверенность свою. Держи свое идиотское разрешение, Оскар. Отлично, Кейт Уолкер. Благодарю вас. Доверенность у меня должна быть. С чего это ради она у тебя? Держи билет. Вот, держи. Ну, теперь-то мы можем ехать, наконец? В данный момент я не могу... Не понимаю, почему мы до сих пор не отправляемся. Неужели это я задерживаю поезд? Не хочу показаться невежливым, Кейт Уолкер, но боюсь, что для отправления поезда соблюдены не все условия. Ах ты. Оскар, если это шутка, то мне не смешно. Мне нужно найти Ганса Фуарберга как можно скорее. У меня есть четкие инструкции, которые я должен выполнять. В багажном отделении имеются полки, предназначенные для хранения крайне важных предметов. Пока эти предметы не будут на месте, поезд не отправится. Прошу меня простить, но я должен вернуть... Ладно, я не хотела нарушать правила. Какие нафиг правила? Он сам эти правила придумал. Черт возьми. Багажное отделение. А, да, я же совсем забыл точно. Слушайте, вентилятор был, обалдеть. А здесь же у нас будет личная такая коллекция с вами. Различных вещичек. Так, нужно все расставить по местам. Так, шкатулка. Видимо Гансу, точнее Анна. Ну, хотя Ганс ведь проектировал. Он очень не хотел, чтобы без этих вещей пост куда-то отправлялся. Фигурка. Самое главное, то что у нас есть. Фигурка мамонта. Так, музыкальные валики. Нужно тоже положить. Вроде бы сюда. Нет, сюда. Куда? Ну, вроде все. Ух ты, вот это апартаменты. Слушайте, а это наш багаж? Мне не нужен лишний груз. А это наш или нет? Ты хоть взяла свои вещи-то, кстати? Ну, апартаменты просто классно, на самом деле. Очень круто. Так. Поехали, Оскар. Сколько можно? Держи. Вот. В данный момент я не... Не понимаю, почему ты до сих пор не можешь... Подавись. Все в порядке. А главное для машиниста это... Пунктуальность я помню. Но теперь-то что стряслось? В чем дело, Оскар? Почему ты не в кабине? Похоже, у нас проблема технического характера, Кейт Уолкер. Я выполнил все пункты алгоритма подготовки к отъезду, но поезд не двигается с места. Будет ли мне позволено высказать собственное мнение, Кейт Уолкер? Дай-ка подумать, нет. Ну да, я слушаю, говори. Боюсь, мы упустили из виду необходимость завести пружины локомотива. Это все? Господи, ну так давай заведем их, и дело с концом. Боюсь, в мою программу не заложены данные о том, как это делает Кейт Уолкер. Возможно, это связано с тем, что работа над моей сборкой была прервана. Так, ладно, я попробую справиться сама. Не думаю, что это так уж сложно. Ты будешь ждать меня здесь, понял? Я скоро вернусь. Благодарю вас, Кейт Уолкер. Ладно. Завести пост. Вообще, пост крайне оригинальный. Во-первых, он экологически чистый, он не требует никакого топлива, ничего не выбрасывает. Но действительно, этот поезд нужно постоянно заводить. Иначе он не сдвинется с места. Ну, в принципе, как и любую механическую игрушку. Так, единственный вопрос. А где было это устройство? Оно было где-то рядом вроде с локомотивом. Да, да, вот, кстати, поезд наш. А, вот оно, кстати. Вообще, такое, ну, небольшое совершенно устройство для заведения механизма. Так. Попробуем что-нибудь покрутим сейчас. Угу. То есть, в принципе, это тот же самый ключ. Ну, вот и все. Теперь мы точно готовы. Ну, в принципе, все, что мы сейчас видели, это было лишь такое... Слушайте, убрать, что ли, нужно? Или ты не пройдешь, что ли, пока? Интересно. Это было лишь такое небольшое, друзья, вступление в игре. По сути, небольшое предисловие. А сейчас как раз-таки начинается наше путешествие длиною в три игры. Надеюсь, что в три. Третья часть разрабатывается. Она жива. Уже разрабатывается как шесть лет. Ну, первые две части, там история как бы, ну, законченная уже довольно получается. Осмысленная, но все равно не до конца. Круто. Кейт, привет. Это опять я. Дэн? Я как раз тебе позвонить хотела. Ну да, так я и поверил. Ты сердишься? Я только что звонил в твою контору. Там сказали, что тебя на этой неделе не будет. А, ну да. Когда ты вернешься? Не знаю. Понимаешь, я тут ничего не могу сделать. Тут все так запуталось. Надеюсь, что в начале следующей недели. Ну-ну. Дэн, ну не сердись, пожалуйста. Все оказалось сложнее, чем я думала. Не могу же я все бросить и уехать. И потом это моя работа. Я так понимаю, тебе плевать, что в Гольфберге. Ну да. Ну то есть нет. Дэн, понимаешь, мне сейчас не до того. Ты же знаешь, я так скучаю по тебе. Я тебя люблю, милый. И перезвоню, как только будут новости. Честное слово. Пора, Дэн, прости. Нужно успеть на поезд. На поезд? Куда ты ездишь? Кейт, ты с ума сошла? Если честно, я и сама не знаю, куда я еду. До свидания. Я люблю тебя, милый. Ой. Я не знаю, куда я еду. Ну, я вернусь. Ты жди меня. Так издевается вообще над бедным парнем. Просто невозможно. Так, все. Держи билет, мы отправляемся в путешествие. Ну вот, теперь все в порядке. Можем отправляться. Мне очень стыдно. Подобное невежество с моей стороны просто недопустимо. Надеюсь, вы все еще доверяете моим навыкам. У меня уже большие сомнения, раз ты не доделан все-таки. Прошу вас, займите свое место, и мы отправимся. Ну, наконец-то. Прошу вас, займите свое место. Прошу вас, займите свое место. Прошу вас, займите свое место. Субтитры сделал DimaTorzok А что ж, мы прибыли на первую остановку нашего путешествия. Где мы, Оскар? Это территория Баракштадтского университета. Нам обязательно здесь останавливаться? Сложившаяся ситуация несовместима с целью нашей поездки. Так чего же ты ждёшь? Заведи эти дурацкие пружины, придумай что-нибудь. Здесь должна быть какая-нибудь машина, чтобы заводить поезда. Я не видел ничего, что соответствовало бы описанию данного механизма Кейт Уолкер. Тогда нам стоит его поискать, так? Мне не нравится эта станция. Атмосферная влажность в данном регионе губительна для моих деталей. Наталья, я подожду вас в поезде. О, господи. Он невыносим. Ладно, друзья, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Оскар, я пошла. Чао-ка-као. Увидимся в следующей серии. До встречи, Кейт Уолкер. Чао-ка-као. Хе-хе-хе. Продолжение следует...